Сегодня в авторской программе главного редактора телеканала «Север» Ольги Малыгиной принимает участие глава муниципального образования городской округ город Наринмар, мэр города Олег Белак. Внутри, да, это обязательно нужно быть оптимистом, иначе, на мой взгляд, просто, знаете, ну не стоит жить там, да, и что-то планировать. То есть так или иначе, мы же все равно желаем, каждый из нас желает добра себе, своим близким, родным, но это невозможно. Мы понимаем, что мы живем в социуме, да, и нельзя желать что-то создать вот здесь маленькое счастье, а вокруг, что меня ничего не волновало, как не бывает. То есть это все является, как бы там, маленький организм, да, то есть он входит в целокопность большого. Абсолютно все взаимосвязано. Сегодня в программе. Есть ли границы у безграничной программы переселения? Комфортная городская среда. Продолжение следует? Как нерешаемая городская проблема стала решаемой? Почему зажигаются теплые огни вечернего города? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Территория ответственности». Городское хозяйство современного города – это достаточно сложный инфраструктурный механизм, который должен обеспечивать и жизнедеятельность самого города, и создавать комфортные условия для проживания в нем населения. Но, как мы знаем, волшебных палочек для мэров российских городов еще никто не изобрел. И проблемы решают люди. На мой взгляд, человеческий фактор играет существенную роль в развитии городских территорий. Вы согласны со мной? Ну, вообще, в принципе, все определяется человеческим фактором. Это такое обобщающее понятие. На мой взгляд, знаете, есть такое понятие, как намерение. То есть, исходя из намерения, уже определяется ценность того или иного поступка, даже не столько его последствия. Поэтому, если намерение человека на том или ином посту направлено на развитие той или иной территории, или сферы ответственности, то, собственно говоря, это уже и либо соответствует тому, что люди ожидают, и сам человек делает, либо нет. Работа мэра отчасти творческая. Безусловно. Вы рисовали себе некий эскиз городской территории, как художник, чтобы потом воплотить его в жизнь? Или были совершенно четкие планы конкретные, по которым нужно двигаться? Планов не то, что не было. То есть, вообще, если честно, было некое, наверное, представление, хотя вроде я работал в госорганах власти, но то, что называется работать не просто на земле, а еще и в земле, или заниматься нашим традиционным троеборьем, то есть, понятно, какое у нас оно здесь развито, да, то есть, дрова, вода, помой, это несколько другое. Поэтому для начала, ну, был некий период познания, да, хотя я думал, что, в принципе, там, кругозора уже хватает. Ну, собственно говоря, учиться надо всегда. А во-вторых, ну, наверное, я понял для себя, это если что-то хочешь изменить снаружи, во-первых, нужно измениться самому. То есть, любое изменение начинается после того, как ты изменишься сам. Только тогда ты можешь что-то менять вокруг, да, и предъявлять требования вокруг тем, кто тебя окружает. Вот, собственно говоря, наверное, такой был генезис. Ну, вы на этом посту уже более трех лет, и удалось ли создать профессиональную команду сети управленцев? И какие специалисты с какими профессиональными компетенциями могут стать членом вашей команды? Вы знаете, для меня это тоже было своего рода неким таким вызовом. Я хорошо помню, что иногда какие-то вещи даже ты их артикулируешь по какому-то негативному принципу, а потом ты сам понимаешь, что тем самым ты задал себе некий вектор развития. Просто на своей инаграционной речи я помню хорошо, как бы хорошо помню фразу, которую мне, ну, подсказали, но я не совсем понимал его тогда смысл, что я собираюсь выйти из зоны комфорта. Ну, вот такой шаблон вроде, да, вот сказал и сказал, только потом, что понял, что это такое, да. А на самом деле, вот и команда-то, на мой взгляд, если там она и формируется, да, то есть люди должны понимать, что создавая комфорт снаружи или там создавая комфортные условия для проживания, ты изначально должен не находиться в этой зоне комфорта, да. То есть вы не можете изнутри оценить наличие или отсутствие комфорта. Для того, чтобы его создавать, нужно из него выйти. Тем самым, вот, нахождение вне зоны комфорта, оно для любого человека, для любой личности, на мой взгляд, оно не то, что не характерно, но это не совсем нормально, да. То есть это всегда некий фактор, который, что называется, расшатывает человеческое там какое-то, в том числе и психику, и восприятие. Поэтому нахождение долга в этой зоне, да, это достаточно сложное. Для любого там индивидуума. Поэтому вот мой как раз критерий, это о том, чтобы люди, которые сейчас работают, они могли в этой зоне находиться достаточно долгое время. А с другой стороны, у меня нет претензий тем, кто не смог это, потому что это действительно, это не чья-то слабость, да, это некий вызов, который ты, наверное, некое даже там, ну, самоотвержение, да, то есть ты должен чем-то жертвовать. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что каждый из нас, проживая в городе, на таком как Наринмар, да, или там небольшом городе, да, то есть невозможно оторваться или там от социума, да, что называется там абсолютно забронзоветь, или, ну, мы же каждый из нас живем в этом городе, и себя нисколько не отделяет от тех бытовых проблем, потому что у нас у всех есть дети, которые ходят в эти же садики, мы живем этими же самими проблемами. Поэтому нужно с одной стороны быть, видеть со стороны, и с другой стороны быть очень сильно вовлечен в этом процессе. Поэтому вот если есть такой очень известный философский принцип «не делай другому то, чего не желаешь себе», это вот, на мой взгляд, тоже одно из таких ключевых, там, каких-то моральных постулатов, а с другой стороны, ну, как его, наверное, продолжение, это желай другим то, чего желаешь ты и себе. Поэтому, когда что-то мы пытаемся сделать в городе, да, то есть это как раз нужно как-то пытаться посмотреть, а насколько это как тебе, как горожанину, это удобно и неприятно, да, и не каких-то малых вещей, их, в принципе, не существует. Это, знаете, это нужно просто понимать, что там открытый люк – это да, это твоя ответственность, кривой столб – это да, это твоя ответственность, да, хотя это да, ну, вот по принципу такого, нас же все хорошо выучили вот эти понятия полномочия, да, вот мы там уже там в течение долгого времени, у нас уже сначала у всех это вызывал там диссонанс какой-то, а сейчас все прекрасно знают, не мои полномочия, там, твои полномочия, не мои, ну, такого на самом деле его не существует, да, это юридически оно оформлено, а на уровне какого-то там понятийным, да, или там восприятия реальности, да, ну, вот есть равнодушие-неравнодушие, вот, наверное, неравнодушные люди, это как раз составляет костяк или основу, мне кажется, любой команды, если эта команда, ну, так или иначе действует успешно. Давайте поговорим о программе переселения граждан из Ветхого и Аварийного фонда. Несколько лет программа осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда». На мой взгляд, это упорядочило саму систему возведения жилья, предоставления нового жилья переселенцам и так далее. Я знаю, что на территории города в настоящее время строится 9 домов, 2 из которых уже сданы в эксплуатацию. У нас ведь получается, что с 15-го года полномочия по жилищному строительству, они находятся на региональном уровне, соответственно, мы получаем в собственность квартиры уже после того, как дома сданы, ну, безусловно, мы участвуем в их приемке, и после того, как происходит уже перераспределение квартир на региональном уровне, потому что эти дома строятся в том числе для решения нужд тех же самых детей-сирот, либо там по третьему, либо десятому окружному закону, когда предоставляется жилье для отдельных категорий граждан. И вот когда уже региональное, скажем так, ну, не квот, а какое-то количество квартиры определено, то есть большая часть, конечно, у нас, как правило, попадает в муниципалитет, и дальше мы уже, опять же таки, совместно абсолютно с региональными властями, потому что программа региональная, да, то есть мы уже определяем адресный перечень и, собственно говоря, уже там по фамилиям или, скажем так, по квартирам, какая квартира куда переезжает. А в каких единицах измерениях вам привычнее оценивать саму проблему переселения из Ветхого фонда? В квадратных метрах, в домах, в квартирах, в людях? То есть насколько сегодня эта тема серьезна для города Наринмара? Она серьезна, ну, знаете как, я вот скажу, наверное, в таких единицах у меня спросили, я, честно говоря, не задумался. Вот мне нравится это все, знаешь, в единицах, которые мы столкнулись в 2017 году, это количество снесенных домов, это несколько другая, да, то есть понятно, не столько сданных, сколько снесенных, потому что, можно сказать, там, и в квартирах, да, но вот когда мы в 2017 году мы снесли 17 домов, вот, допустим, там, 1 мая, ой, Смедович, дальше 18, ну, как у нас получалось там каждый год, в 2019 году и в 2020 цифра уменьшилась. Можно также, конечно, считать, ну, это, знаете, как, в чем измерять там удава, да, в попугаях или, там, в слонах, поэтому, ну, самое главное, чтобы сам по себе процесс не останавливался, у нас случилась некоторая заминка в этом году, ну, в этом, конечно, есть и объективные причины, да, мы это все прекрасно понимаем, но пауза возникла. Но процесс это абсолютно, скажем так, вот, на мой взгляд, у нас на территории его я бы не назвал абсолютно, скажем так, тот, который долго не решается, либо он не будет решаться, то есть мы понимаем, что если возникли какие-то объективные причины, тем не менее, мы знаем, что дома, да, строятся, переселение будет продолжаться. Поэтому вопрос-то решаем, я думаю, что, ну, в ближайшей там перспективе, я думаю, лет там, трех-четырех, если будет идти теми же темпами, этот вопрос можно будет считать, что он уже... Снят в Коевске нет. Он не то, что снят, потому что у нас же, мы понимаем прекрасно, что вот у нас сейчас, мы в первую очередь, когда говорим об ветхом аварийном жилье, мы на 100% подразумеваем, что это деревянный жилье, жил фонд. Причем самое интересное, что у нас ведь очередность, опять же-таки, такие установлены критерии, да, то есть она не определяется с сроком введения в эксплуатацию дома, а определяется его состоянием и сроками постановки в очередь. И есть иногда парадоксальные случаи, которые с точки зрения здравой логики можно где-то согласиться, что, наверное, не совсем они учитывают реалии, когда дома, допустим, на лесозаводе, которые еще когда-то, так называемые, там, мзенские дома, да, там, которые строились еще там на зыре, скажем так, советской власти, они до сих пор у нас не расселены, а дома, которые, условно говоря, были построены, там, от Иповска, это 60 лет октября, там, 5-7, да, то есть они уже там, некоторый из них, один из них расселен, потому что там угроза обрушения. Но это, опять же-таки, говорит не столько о, допустим, там, правилах, ну, или там, не знаю, порядке, как эти дома становятся в очередь, сколько в том числе много говорит о том, как строили в том или ином периоде, да, потому что мы знаем, что на изолете Советского Союза многие дома, или там в конце 90-х годов, да, вот на улице Южной, дома, которые строил, в частности, авиатряд или тогда у нас, кажется, они, ну, все-таки строились не с тем, я так понимаю, даже должностями, ну, и усердием, как строились дома, когда Меримар только создавался, и, собственно говоря, там использовались даже другие породы деревьев, то есть где-то в Венцах стояли лиственницы, да, или вот наше здание окружной администрации тоже 37-го года, да, то есть, ну, оно же строилось, собственно говоря, тоже, скажем так, и на совесть, и, скажем так, добрыми, там, и руками, и намерениями. А некоторые дома, построенные в, ну, более там уже где-то, скажем так, недавний период, там не было этого усердия, да, и поэтому, ну, и плюс еще, конечно, наложилось наше желание жить лучше, когда мы в 2000-х годах во многих домах люди, что называется, самостоятельно устанавливали некие там предметы комфорта, да, ну, понятно, что всем хочется жить, чтобы был нормальный санузел, нормальная там ванна, все это ставилось там, где, собственно говоря, дома были не подключены, да, и зачастую просто тем самым просто вот пользование вот тем, что не было предусмотрено проектом, создавало угрозу там фундаментом и так далее, и так далее. Поэтому этот процесс, ну, с одной стороны, проблему решим, наверное, наиболее острый, но следующий на подходе это будет уже дома уже в другом исполнении. Они тоже подрастут в годах? Ну, да, то есть те же самые, там, первые панельные дома, дома кирпичного исполнения, но не было бы устроено это РСУ, да, то есть вот. Ну, что касается Наринмара, мне кажется, это проблема ветхого жилфонда, она действительно решаема, она ссязаема, у нее есть определенные контуры. Динамика есть. Да, и дома строятся, это все видят, и это не те две извечные проблемы, которые существуют в России со времен Гоголя, то есть эта проблема, она действительно решаема. И хотелось бы отметить программу «Комфортная городская среда». Мне кажется, очень удачный проект, и он удачно вписался на территории нашего города. В чем принцип этого проекта? Принцип, да, в общем-то, в его названии, да, то есть на самом деле мы, когда говорим о том, что мы хотим жить не в современном хорошем государстве, да, то есть мы зачастую сравниваем с странами, которые нас где-то окружают, особенно на Запад, да, и пытаемся где-то найти какую-то, не знаю, там, лучшие условия жизни где-то далеко. А программа эта была предложена нашим президентом в 17-м году, и, на мой взгляд, она как раз отвечала неким уже таким посылом, да, то есть здесь был и некий вектор, в том числе, и духовного развития, я считаю, скажем так, населения, когда вы от каких-то первостепенных потребностей уже где-то не удовлетворены, возникают потребности, можно, конечно, дальше на этом где-то зиждиться, да, и крутиться вокруг там где-то простых, но необходимо создавать условия, чтобы было, если мы хотим, чтобы не происходил отток населения в мегаполис, и тем самым у нас создавались, как бы, скажем, предпосылки тому, что там отдаленные территории, они становятся пустыми, да, это же, ну, известно, что вакуум заполняется чем-то же это другим, то есть необходимо создавать комфортные условия на местах, да, и чтобы они были, не назывались там столичными, да, чтобы в любом практически населенном пункте вы имели те же самые блага цивилизаций, которые доступны и в мегаполисах, ну, и, конечно, это во многом связано с тем, что, допустим, в таких городах, как Наринмар изначально у нас не планировалось какие-то там территории, ну, для территории комфорта, где можно было проводить время, но так исторически сложилось. Хотя, если посмотреть архитектурные планы развития Наринмара 37-го года, который у нас вот, во-первых, даже присутствует, мы их подняли, да, то есть из архива, шикарные набережные. Самое интересное, что мы частичку этой набережной примерно там его создали, причем я говорю, вот, самое главное, находить смыслы, да, и вот комфортная городская среда, она позволяет людям создать комфорт не только в домах, это вот о чем мы говорили, допустим, переселение из ветка аварийных, но потом ваши глаза упираются после того, как вы видите, что у вас уже не деревянная рама с техополки, да, что дом уже не деревянный, какой-то там в более современном исполнении, хочется видеть благоустройство во дворе, на улицах и так далее, и так далее, да, то есть вот как бы горизонт перспективы расширяется. Ну вот это следующий этап, комфортная городская среда, это некие такое совокупное такое понятие, да, где и дворовые территории, и озеленение, и мусор, твердобытовые коммунальные отходы, и коммунальная инфраструктура, и транспорт, и умный город как таковой, да, вот это вот все одно в другое вплетается, и одно из другого проистекает. В общем-то, вот такой целый комплекс понятий, и то, что каждому из нас хотелось бы, чтобы вот это вот все присутствовало в том месте, где он живет. Ну, в этот процесс ведь вовлечены еще и сами жители город? А это как раз было, на мой взгляд, очень даже таким правильным велением времени, потому что оторванность решений от, скажем, неких, ну, то есть наличие обратной связи, это всегда, да, то есть один из основных инженерных таких принципов, что такое устойчивое развитие, в принципе, там, любого, там, механизма, агрегата, это наличие всегда обратной связи, да, то есть вы принимаете решение, смотрите на обратную связь, соответственно, проанализировав, либо продолжаете движение, либо корректируете, да, то есть вот эта вот обратная связь, она и позволяет и обществу, в том числе, и развиваться устойчиво. Здесь, когда мы говорим, что да, мы понимаем, что нам необходимо развивать эту или иную территорию, но, допустим, нам нужно установить приоритет, да, а где нам на это лучше сделать? То есть вот каждый из нас, проживая в том или иной, там, в этой локации, можно сказать, что вот у меня здесь лучше или здесь, но здесь как раз и возникает некий субъективный фактор, который может быть не всегда людям быть понятен. Когда вы проводите некие открытые голосования, когда вы говорите, ну, хорошо, давайте вместе обсудим, где мы это сделаем, и тогда получается некий консенсус. Тогда уже, в принципе, и власти, ведь на самом деле это намного проще, да, там, объяснять, почему вы сделали вот здесь, а не сделали здесь, да. Мы говорим, что мы сделали здесь, потому что вы же, дорогие наши, там, земляки и граждане, поддержали этот проект, соответственно, тот, который вот вы спрашиваете, он будет у нас вот на таком-то этапе. Вот эта большая работа была проведена в 2018 году, и мы, в принципе, по тому шаблону и по тем планам, которые мы тогда утвердили, мы их и придержимся, и исполняем, проводя дальнейшие этапы, да, то есть это, на тот момент это были некие сомнения, наверное, даже у людей, но опять очередная там замануха, буду делать или не буду. Я понимаю, да, то есть и отвечать тогда было на критику о том, что ну, мы, да, мы сделаем, нет, мы, ну, во-первых, мы это сказали, а в дальнейшем мы просто стали делать, несмотря ни на что, да, то есть мы добавляем какие-то новые территории, но то, что обещали, мы делаем. Ну, за 4 года, насколько я знаю, практически 40 объектов благоустройства. Их, наверное, трудно где-то сопоставить назад, потому что вот смотровая площадка, да, вот на месте первого дома на Ринмара, это несколько, допустим, одна история. В этом году мы проложили там небольшой участок на улице Полярной, допустим, мы соединили Перамайскую и там с торговыми объектами. Это как раз пример, можно сказать, абсолютно чистой ГЧП, да, то есть когда вот наш предприниматель, во многом где-то и его был инициатив, что он готов поддержать, мы определились с материалами, людьми, да, то есть мы сделали это вместе. Да, вот мы тоже это считаем как объект благоустройства, но он как таковой, допустим, в бюджете, бюджетность строительства, срочки вы не найдете, потому что это было сделано в виде работ, в виде муниципального задания. Но вот если вот еще и такие посчитать, я думаю, что будет даже больше. Ну сейчас еще появится скоро один серьезный проект. В этом плане это многофункциональная площадка на Меньшко, спортивная площадка. Когда вот площадки, они такие мультивозрастные, и вот мы такую площадку сделали на пересечении улиц Смедовича и Ненецкой, да, то есть, собственно, говорят, то есть там тоже, и когда мы в прошлом году завершали, и там у нас есть чем заняться, ну, я так понимаю, где-то от трех-четырех лет, да, и, в принципе, взрослым, да. Плюс мы еще наполнили некими смыслами, когда мы подписали Побротимское соглашение со Звездным городком, да, и на тот момент просто мы встречались с космонавтами, я сам был в Звездном городке, да, со многими из них знаком. Если честно, очень хотелось, чтобы наша взаимосвязь, она была не какой-то, ну, скажем так, не основанной на каких-то там, не знаю, там числе чиновничных интересов, а чтобы было некое наполнение. И тот фестиваль, который проводился через Арктику с Звездным, да, то есть вот, на мой взгляд, это тоже, есть в этом некое, на мой взгляд, опять же-таки, да, есть в этом какой-то и глубокий философский, там, и понятийный смысл. Поэтому здесь мы, собственно говоря, когда и делали эту площадку, да, то есть мы ее разметили в виде там неких там, как была наша Солнечная система, космический корабль и так далее, и так далее. И в дальнейшем мы увидели какой-то отклик получил у нашего, скажем так, горожан. Мы поняли, что, да, будем двигаться в том же направлении, и то, что сейчас сделаем на Меншикова, она, в принципе, будет, скажем так, в чем-то похожа, но отличаться. Но и в дальнейшем мы тоже уходим от принципа не полностью, да, когда в каждом дворе, условно говоря, там песочница и две качели, где-то это востребовано, если это малый двор, я думаю, да. Но нужно все-таки где-то создавать такие мультивозрастные площадки, где люди могут проводить досуг, да, чтобы можно было и пожилым людям там комфортно размещаться, молодежи, ну и детям, безусловно. Вот, коли мы заговорили об улице Меншикова, сейчас там идет капитальный ремонт первых панельных домов, которые были построены в Наринмаре, получается совершенно замечательная вещь. Дома будут выглядеть как новенькие, и плюс новая площадка. Я понимаю, что это совпадение, но будет очередная фишка у города Меринмара. Я вообще, собственно говоря, в совпадении не то, что не говорю, я знаю, что не бывает совпадений, да, то есть есть наоборот некие точки прилавления, где все сходится, да, там общность интересов. Поэтому создать вот такие места, да, вот вы говорите про Меншика, вот, а мне вот, допустим, знаете, вот что было самоинтересно, причем насколько вот, как говорится, у Бога нет других рук, да, кроме тех, которыми мы обладаем. Поэтому, когда говорим, чтобы что-то где-то случилось и чего не было, как это визуализировать, материализировать, а это, собственно говоря, материализовать, да, то есть это вот есть только наши намерения и наши руки. Вот, когда мы открывали памятник в семнадцатом году лесозаводчанам, да, собственно говоря, был памятник и была, вот, если помните, там вот эта вот щепа, там и так далее, и так далее. А вот сейчас, да, посмотрите, на самом деле, вот мы, в принципе, создаем, ну, в полноценном, скажем так, понимании, парк, да, причем он еще будет формироваться, я так понимаю, ну, в мое видение, это еще, наверное, даже не один год, наверное, даже в дальнейшем, но у территории появилось, мы вот все время там пока было неблагоустроено, все хотели куда-то переехать, да, как только создаешь, почему, кстати, комфортная городская среда еще и в, даже в квартальном отношении имея значение, да, то есть вы, если создаете некие точки притяжения, да, то есть уже нет смысла людей собирать в каких-то больших агломерациях, да, то есть люди хотят оставаться там, где комфортно, тепло, зелено, да, то есть вот мы сделали, озеленили, получилось, ну, по-моему, неплохо, будем дальше делать что-то такое. У нас же город был абсолютно песчаный, еще, скажем так, лет 20 назад, может быть, больше, да, много песка, но горожане и мы, журналисты, замечаем, насколько серьезный сейчас уровень озеленения города. Да, это, знаете, такое было, наверное, общей нашей там и проблемой, да, то есть действительно песок, летом песок на зубах и так далее, ну, в принципе, и сейчас, я думаю, достаточно много, но это объяснимо, да, мы, город располагается у нас на песчаной, собственно говоря, линзе, там, в дельте Печоры, да и тундры, если так посмотреть, это пески, суглинки, это обыденность. Сейчас у нас, получается, за три года в три раза увеличилась территория, которая на балансе чистого города, которую мы содержим уже количество газонов. И сначала начиналось это все, условно говоря, с разных поиска технологий, как такого, потому что были там и скептические взгляды, что не будет ничего расти, да, ну, попробовали, вроде растет. Потом были попытки использовать там разные технологии, где-то гидропосевы и так далее. Да, где-то эффективно, да, ну, где-то дороже. Вроде попытались, потом сделали сами. Причем здесь вот самое, знаете, вот, опять же, возвращаясь к вопросу формирования команды, да, то есть вот пытаться подтянуть людей или там абсолютно директивным способом сказать, что ты делай это, ты делай это, вот, ну, как бы, ну, это, на мой взгляд, по крайней мере, это не мое понимание, да, то есть мне очень важно, что люди были сами заинтересованы в созидателем и творческом процессе. И вот здесь, да, я не могу сказать, это не какая-то там заслуга моя или кого-то конкретно из моих заместителей. Я считаю, что это как бы наша общая заслуга, потому что сейчас то, что мы видим и то, что, допустим, производится наше озеленение, это ведь делают наши же люди, наши земляки, да, это вот наши родные и там наши близкие соседи. То есть это они, это ребята, работающие в чистом городе, поняли, как это делать, стали относиться с должным усердием. И я им искренне благодарен, потому что мы уже у них, да, то есть вот они уже могут кого-то научить, как это сделать. И если раньше у нас была проблема, у нас, нам хватало, условно говоря, там, двух газонокосилок, там, и одной, там, вот этой мото-косы, да, то мы на следующий год уже понимаем, да, что мы должны приобретать уже какую-то технику для того, чтобы, собственно говоря, ну, практически проводить сенокосы. Да, это вот, с одной стороны, это где-то решает проблему песка, а с другой стороны, это является новым вызовом для того, чтобы уже где-то технически поддерживать вот то состояние, чего мы добились. Ну и в дальнейшем будем так же. Плюс, если мы говорим про озеленение, ведь мы, кроме того, что мы говорим о газонах, мы ведь еще и говорим о пересадке деревьев, да, то есть здесь это все было бы невозможно, если бы у нас не было понимания и консенсуса в развитии городской среды с нашей региональной властью, да, то есть мы в прошлом году приобрели пересадчик, а это ведь на самом деле тоже, вот в наших условиях, мне кажется, это очень важно, да, то есть когда у нас небольшие где-то деревья, да, то есть они в городе при застройке, они уничтожались, в основном где-то у нас представлен ивняк, но вот в прошлом году мы пересадили там практически 100 деревьев, в этом году мы еще где-то будем сейчас под осень пересаживать, но вот это тот процесс, который ведь он не виден сразу, да, это будет где-то заметно, может быть, там через год, через два, может быть, даже через 10 лет. Чистый город. Удивительное лично для меня предприятие, то есть, допустим, настолько выросла за последние годы вот эта коммунальная служба. Выросла в чем? Выросла в качестве работы. Город стал гораздо чище. Самое интересное, что если посмотреть бюджеты штатного расписания 17-го года и, допустим, бюджеты штатного расписания, допустим, года 20-го, вы, не парадоксально, там, да, мы увеличили заработную плату два раза, да, причем не только, когда это было делось на общий региональном уровне, а дополнительно за счет средств городского бюджета, потому что это тоже один из важных факторов. Но, на мой взгляд, удалось изменить именно отношение людей к своей работе. То есть, мы стали... То есть, мы получили коэффициент полезного действия. Это, да, это звучит сухо, но этого бы не было без заинтересованности людей, да, в этой работе. Это с одной стороны. А с другой стороны, на мой взгляд, очень важно, чтобы люди занимались именно тем, что им нравится. Когда происходит некое, понимаете, там, понятие о том, что вот я это делаю или я этого не делаю, да, потому что мне что-то не... Ну, вот стимуляция, с одной стороны, а с другой стороны, мотивация людей должна быть, она где-то изнутри. Вот нужно создать эти условия. И сейчас вот мы просто видим, что если раньше где-то надо было что-то предлагать, да, или там где-то... То сейчас я просто наблюдаю, как и работники чистого города очень ответственно относятся к своей работе, да. Это вот действительно, ну, самое большое, я думаю, что уважение нас, всех горожан к ним, да, то есть и благодарность за их работу. Ну, и техникой обеспечивается чистый город достаточно регулярно. Мы очень существенно обновили парк коммунальной техники, вот буквально вчера у нас пришло еще два фронтальных погрузчика. Мы приобрели технику для заглубленных контейнеров. Это, кстати, тоже, да, это новация, которую мы опробовали и внедрили, да, и, если честно, то, на мой взгляд, это, по крайней мере, у нас на северо-западе одна из точно что положительных практик. Ну, и плюс мы, что касается техники, мы порядка восьми единиц мы только в прошлом году приобрели, да, это и автогрейдер, это и чистик. Ну, и мы останавливаться на этом ни в коей мере не планируем, да, то есть мы в дальнейшем где-то материальную базу будем и совершенствовать, и чтобы люди себя чувствовали, те работники, да, чтобы они чувствовали себя защищенные во всех смыслах этого слова. И была нормальная защита и там рабочая одежда, и чтобы средства производства или там коммунальная техника, она была современной, теплой, удобной, да, и производительной в первую очередь. А вот техника покупается вся в лизинг? Мы не смогли бы все эти вещи сделать только за счет средств либо городского бюджета. Безусловно, это было бы невозможно без поддержки и лизинговой нашей, там, компаний. И, ну, можно понимать, что это было бы невозможно без окружного бюджета и понимания окружных властей. Потому что мы в прошлом году приобрели, мы ведь, собственно говоря, тоже не просто вошли, да, своим предприятиям. Мы просто понимали, что, ну, что называется, а кто кроме нас, да, вот в программу региональная, то есть наше предприятие стало региональным оператором. Мы просто прекрасно понимаем, что приведи сюда в наш регион какую-то компанию со стороны, они, понятно, что как в законе коммерческих предприятиях что-нибудь на первом месте, прибыль, да, то есть для нас прибыль это не сама цель, да, то есть нам нужно, чтобы нам в городе было комфортно жить, чтобы у нас мы не испытывали неудобства, и чтобы, если появляется новый вид деятельности, допустим, там, переработка ТЭКО, она не создавала нагрузки на наших жителей, да, поэтому мы совершенно осознанно вошли в этот проект, и здесь без субсидии окружной, да, было бы невозможно приобрести ту технику, которую мы приобрели, в том числе по инсенерации, да, то есть там, ну, комплекс по переработке, сортировке, то есть мы создали, по большому счету, небольшой, но, тем не менее, некий производственный цикл на базе нашего предприятия, да, то есть мы его оздоровили, чего не было на нем, наверное, лет 10, да, то есть мы вывели его из ситуации, когда счета были арестованы на протяжении длительного периода, мы смогли и убедить, и не просто убедить, но это было действительно взаимное, взаимное понимание, получить дополнительные средства из окружного бюджета на восстановление платежеспособностей, и говорить вот о том инструментарии финансовом, который мы используем, он абсолютно разный, да, то есть любые источники, которые мы можем, это и средства недропользователей, да, то есть это тот же самый пересадчик деревьев, о чем я говорил, это и коммунальная техника, так же, поэтому мы используем весь инструментарий, который у нас существует. Общественный транспорт у нас тоже пополнением, пришли недавно 4 новых автобуса, это не первые ласточки. Должны профессионалы заниматься своим делом, и руководство АТП сейчас, вот на мой взгляд, если вы посмотрите, вот мы говорим про автобусы, а вы посмотрите, какие метаморфозы или изменения происходят на самом предприятии, да, и все, что связано с ним, допустим, та же самая конечная остановка, да, то есть вам сделали нормальный павильон, ведь этот павильон, это предтеча, по большому счету, автобусной станции, которая должна будет обязательно появиться после того, как у нас появится дорога до Усинска, потому что, ну, это возникнет в этом потребность. Невозможно сделать маршрут, если не будет, в том числе, какие-то автобусные павильоны. То есть здесь вот надо отдать должность, что руководство наше предприятие, оно смотрит наперед. Приобрели новые автобусы в нормальном исполнении, было это и в прошлом году, и до этого они были поступления, но вот в этом году, да, такое, скажем так, массовое, потому что, опять же таки, это определяется теми потребностями и теми изменениями, которые происходят в городской среде. Почему я говорил, что вот действительно город сложный механизм, организм даже, не механизм, это организм, да, где нужно понимать, что если ты строишь микрорайон, допустим, на улице Швейцова-Сущинского, да, и вот ширина улиц на улице, там оно и радиус поворота определенный, то понятно, что там у нас сейчас будет жить много людей, а те автобусы, которые ходили, там, ну, пазы, да, старые, небольшие, они не создавали комфортные условия. Соответственно, нужно было этот вопрос уже решать по транспортным средствам. Вот мы сейчас приобрели такие автобусы, которые, я думаю, что горожане их оценят. Но и в дальнейшем, я думаю, мы не будем на этом устанавливаться, потому что, ну, на мой взгляд, мы живем в таких суровых условиях, и что мы просто обязаны, да, на Ринмарце заслужили этого, чтобы жить на Крайнем Севере в комфортных условиях, да, и передвигаться в комфортных условиях, и чтобы люди чувствовали, несмотря на всю суровость природы или там каких-то вот глобальных там вызов и проблем, да, чтобы они чувствовали себя в своей квартире, в своем городе, на своих улицах комфортно. И ходить по освещенным улицам. У нас сейчас с вами 23-го числа был день осеннего равноденствия, да, то есть все, как там раньше говорилось, да, на воробьиный шажок, но вот теперь у нас все будет ночь преобладать. И, собственно говоря, до апреля месяца, да, то есть у нас с вами наступает темное время, но уже ночь у нас появляется в августе. И, безусловно, нахождение в темноте, это ведь, в принципе, влияет и на выработку там мелатонина, и последующего серотонина и так далее, и так далее, да, то есть на комфортное ощущение вообще человека. Мы поменяли уже за, там, скажем так, за период где-то в три года, мы поменяли порядка 800 светильников, да, но вот еще нужно примерно такое же количество поменять. Мы внедрили систему умного освещения, да, то есть когда не нужно, что называется, включать рубильнику. Но еще одним очень важным фактором, я думаю, что все горожане это заметили, это намного стало комфортнее и приятнее, когда появилась наружная подсветка, да. Это вот то, что у нас было сделано в последние, тоже, скажем так, два года, когда мы подсветили административные здания и, там, детские сады. И когда мы стали устанавливать световые инсталляции, да, то есть вот на Новый год мы традиционно ставим здесь вот наш там чум, да, красный чум, как от названия, собственно говоря, до того здания, где мы находимся. Медведи появились, вот могу анонсировать, что там в ближайшее время у нас появятся еще дополнительные инсталляции, да, там световые. Ну, это вот создает некий комфорт и уют для жителей, да, то есть вот когда-то мы прочитали в одной из номинаций, ассоциаций различных межмуниципальных, где мы участвуем, был там такой очень хороший лозунг, там, город, где хочется жить. Вот, на мой взгляд, вот мы и стараемся так же, вот этот лозунг мы взяли себе как за правила жизни, да, то есть вот город, где хочется жить, да, особенно самому, когда ты на себя это примеряешь. Вот очень бы хотелось, чтобы каждому Наринмарцу хотелось именно жить в этом городе, развиваться, растить детей, внуков. А вот эти все вещи, особенности световые, да, вот они создают какой-то такой дополнительный комфорт и уют. Давно хотела задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вам удалось решить проблему с тонарами, нестационарными объектами торговли, этими вагончиками, где продавали фрукты и овощи? Ни одному мэру до этого эту проблему с мертвой точки не удалось сдвинуть. Это все происходит от каких-то простых вещей, которые сталкиваются в жизни. Я просто прекрасно помню ситуацию, когда, ну, вот я в силу своего роста, да, там, под эти тонары в козырьки не влезал, да, и когда там тебе вот перед глазами болтается лампочка, ну, просто ты живешь обыкновенной обыденной жизнью, когда видишь, что люди стоят, мерзнут, и ты там считаешь или там, не знаю, там, судорожно нажимаешь кнопки телефона, ну, это все неудобно, ну, неудобно же, а? И продавцам неудобно, и жителям неудобно, и антисанитария. А вроде мы понимаем, что эти нестационарные объекты, они должны быть, что называется, как некие объекты шаговой доступности, да. У них нет такого ассортимента, но мы исходим из того, ну, по крайней мере, когда создаются эти условия, что в некие расценки ассортимент должен быть чем-то отличаться от стационарных. Хотя, конечно, это не всегда происходит, и в этом где-то есть какая-то справедливая упреки и других субъектов предпринимательства. Но вот, на мой взгляд, это, знаете, вот, если вы думаете, что нужно было кого-то заставлять, я вам скажу, что нет. Когда мы собрались, скажем так, с нашим предпринимателем, который этим занимается, и я был, допустим, тоже думал, что будет какой-то от них внутренний там протест или скажешь, ну, это же затраты, да. Я, честно вам скажу, я был несколько, ну, не то что удивлен, да, но он был, наверное, мне было приятно от них услышать, что они сказали, слушайте, да нам самим они уже надоели. Мы тоже хотим работать в нормальных условиях. То есть пришло все-таки время, что они... Конечно, конечно. То есть здесь, скажем так, наверное, было уже, ну, взаимное там где-то желание. Причем мы совершенно осознанно вместе с ними определили сроки, когда это делать, да. То есть можно было поставить какие-то нереальные сроки, вызвать в их среде противление, там, неприятие, в итоге ничего не получить. Мы просто сказали, давайте сделаем так, как вам удобно, но чтобы это не растягивалось в какую-то перспективу. Совместно определили, вот, и этими шагами поэтапно идем. Поэтому это не является самый лучший способ решения проблемы, где, ну, прекрасно понимаете, да, это вот как в педагогике, когда вы не заставляете кого-то что-то сделать, а когда у человека получается внутреннее осознание, да, и желание это изменить самому. Конечно, хотелось бы поговорить и об инженерной инфраструктуре предприятий объединенных котельных и тепловых сетей. Мы все видим, все знаем, аварии случаются, бывают аварии серьезные. Насколько сейчас состояние вот нашей инфраструктуры инженерной в городе? Было бы, наверное, глупо, но сурдно сказать, что все замечательно. Но, опять же, здесь все исходит из того, что мы, можно проводить некий анализ, что было, что есть. На текущий момент, опять же, силами и компетенции, в первую очередь, работников предприятий объединенных и тепловых сетей, да, то есть, можно сказать, что в части теплоснабжения, а если идти по приоритетам, то, что мы живем на севере, да, то есть, если брать, там, допустим, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, да, ну, вот основные, собственно говоря, направления деятельности нашего предприятия. Вот, что касается теплоснабжения, это, наверное, было правильно, что это было выбрано приоритетом. Здесь у нас, мы проходим уже не, скажем так, все зимы благополучно, и, в принципе, я думаю, что будут модернизироваться и котельные, и тепловые сети. Здесь у нас есть понимание, что есть достаточно хороший запас прочности. Что касается сетей водоотведения, ну, да, нужно, вот здесь, если честно, нужно проводить большую-большую-большую работу по их реконструкции, потому что то, что мы сейчас имеем, в большей степени, особенно и очистные сооружения, да, и сети водоотведения, которые туда подходят, это, в основном, все, что было построено еще в советские годы. Но, что нам, по крайней мере, за это время удалось, мы завершили все, что касалось, вот мы получили недострой, который длился много лет с центральными очистными сооружениями. Мы этот вопрос, что называется, юридически расшили, да, то есть, и, в принципе, скажем так, объект готов к его дострой, как бы введению в эксплуатацию, да, там необходимые работы. Мы завершили очистные сооружения на Бондарке, тоже долгострой, и, в принципе, скажем так, уже готовы к тому, чтобы как раз выполнять реконструкции магистральных наших водоотведений. Мы завершили, опять же таки, благодаря повышению и технической, и инженерной компетенции наших работников. Смотрите, вот была огромная авария, да, то есть мы даже не предполагали, это Неницкая, да, Оленная. То есть сначала оказалось, что там просто ушел колодец, когда стали разрывать, он получился, условно говоря, там огромный кратер. Да, и это все было на глубине, там, порядка шести метров, да, и причем пока только благодаря тому, что там приобрели, соответственно, там была техника, приобрела там машина водопонижения, да, то есть вот это тоже некие компетенции, и они были и утрачены, а, с другой стороны, их нужно было заново приобретать. И здесь вот инженерный состав себя показал очень высоко в нашем предприятии. Три года не могли решить вопрос по КНС-1 около первой школы, из-за того, что там глубина, да, то есть порядка девяти метров. Вот смотрите, сейчас они ведут работу, и они будут завершены, да, то есть использовали, для нас это, скажем так, некая такая инновация, да, то есть там погрузили шпунты, и вот сейчас эту работу проводят. То есть вот, на мой взгляд, сейчас как бы коллектив, предприятие, он уже готов и для того, чтобы, это очень важно, да, когда люди не просто имеют оснащение, но они и морально, и интеллектуально готовы к тому, чтобы решать их задачи. И вот, что касается канализации, я думаю, что мы и город обеспечим в ближайшие годы в этом направлении устойчивой работы. Что касается водообеспечения, да, у нас с вами здесь, опять же-таки, старые водоводы, и есть проблемы с содержанием и железа, да, то есть там двухвалентную и так далее. Плюс у нас еще есть вопросы по внутридомовому, да, то есть разводка, когда, ну, после отключения, особенно вот авария, которая была в прошлом году, а Новый год, да, то есть мы прекрасно помним, когда в одном месте у нас была авария, и мы весь город практически остался без воды. Ну да, скажем так, мы достаточно оперативно решили, но то, что в инфраструктуру необходимо вкладывать, мы не вкладывали, ну, говоря мы, я имею в виду, вот, не делю власти, и не делю их даже во времени. Просто это как некая данность. Мы не инвестировали в эти, скажем так, коммуникации уже на протяжении последних, там, десятилетий. Поэтому жить на наследстве, это неправильно. И, опять же, такие объемы, а там суммы измеряются сотнями миллионов рублей, нам просто это невозможно сделать, даже если мы это будем делать, с учетом того, что собственный доход бюджета города где-то порядка, ну, 700 миллионов рублей, да, а общий объем всех работ, допустим, по, там, замене, там, канализации, это где-то тоже, там, порядка 700-800 миллионов. Мы не можем это делать, не привлекая ресурсы окружного бюджета или федерального бюджета. Поэтому здесь нужно просто общее понимание и определение приоритетов, да, что нам дешевле сейчас это предупредить, чем дождаться, когда это, собственно говоря, будет разрушено и создавать что-то заново, это будет намного дороже. Но, насколько я понимаю и вижу и чувствую, что со стороны, скажем так, иных уровней власти это понимание есть, и в том числе на федеральном уровне такие программы действуют, и они стали действовать, в прошлом году стали действовать программы для городов как раз населением до 100 тысяч. Ну, это действительно очень сложный инфраструктурный проект, инвестиционный проект, и без помощи той же региональной власти, регионального бюджета городу просто не справиться, это нереально. Мы знаем, что городской бюджет, он формируется отчасти за счет субвенций, субсидий, додации и так далее, из окружного бюджета. Знаем также, что и во время вот этого кризиса, затянувшегося, в условиях пандемии бюджет испытывает большой дефицит в налоговых поступлениях. Отразилось как-то это на бюджете городском? Я, наверное, скажу слова, которые будут диссонировать, да, вот в общей атмосфере, скажем так, всего. Ну, собственно говоря, можно взять проектировки и факты исполнения бюджета, но я хочу сказать, что бюджет муниципального образования города на Ренуар абсолютно устойчив. И я могу ответственно об этом говорить, скажем так, по крайней мере, на ближайший год, да, с точки зрения исполнения своих основных обязанностей, полномочий, то, что у нас определено, да, у нас рисков, если, ну, опять же, трудно загадывать, да, то есть вот я не вижу. То есть у нас есть какие, ну, существенные где-то там, допустим, были выпадения по, если говорить про собственную доходную базу, да, то есть у нас порядка 700 миллионов рублей, но если посмотреть исполнение за 8 месяцев, как, в общем-то, не парадоксально, у нас есть профицит, да, то есть не то, что профицит, ну, да, то есть мы получили выше, чем то, что планировали. Почему мы, это с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, дополнительные доходы, это всегда, понимаете, нужно понимать, а что же вы тогда не учли, откуда же это там появилось, да, и, опять же, насколько долгосрочный характер они носят, потому что у нас основной, если там посмотреть, формирующий, скажем так, источник дохода, это НДФЛ, с ним, да, более-менее, скажем так, можно работать на долгосрочную перспективу, но есть источники, которые мы не совсем понимаем их истинную природу, допустим, существенно увеличилось количество поступающих штрафов, да, практически, там, где-то в 4 раза, да, то есть это можно говорить о том, что в абсолютном выражении эта сумма не так значительна, но она очень сильно отличается от прогнозной, и нужно понимать их структуру и природу. Поэтому, да, есть и какие-то повыпадения. Понятно, что пострадала у нас очень сильная сфера малого и среднего бизнеса. То, что мы можем, мы, по крайней мере, оказываем поддержку предпринимателям, мы оказывали им и будем оказывать, в том числе тем, кто пострадал в коронавирус, мы частично компенсировали затраты по аренде, и в дальнейшем, в принципе, мы не отказываем им в том, что по мере, скажем так, своих возможностей будем поддерживать. Мы помогаем малому и среднему бизнесу в начале, да, то есть в стартапах. Ну, есть некие изменения, есть, безусловно, там, они какие-то исключения, но, в общем-то, я не вижу, скажем так, какой-то, не могу быть, там, пессимистом, да, или излишне оптимистом, я стараюсь это как-то реалистично смотреть, но поводов для того, чтобы говорить, что, там, все пропало, или, там, знаете, там, я не вижу, да, то есть вопрос ведь в том, опять же, где-то вопрос некий, там, концептуальный, да, вот эта вот вещь, которая очень важна, полнота, да, вот налитого бокала, да, то есть вот половина пустой или половина, вот просто это два противоположных взгляда. Вот я, который буду говорить на половину полом, да, потому что вот другой взгляд, даже если бы он будет наполнен на три четверти или, там, на девять десятых, он все равно для них полным не будет, да, просто изначально, потому что это вот пока не сто, а сто, а потом, ну, а почему сто, а почему не сто десять? Вот я считаю, что город сейчас, да, имеет возможности для развития. Еще очень важная вещь, это эффективность расходования, потому что мы остались в тех же самых бюджетных проектировках, но мы стали ремонтировать квартир в два раза больше. Важна и обратная, не то, что обратная, важна и дисциплинирующая сторона. Мы в два раза сократили за прошлый год количество задолженностей по договорам социального найма. А это что? Это хорошая правовая работа, претензионная работа с теми, кто, у кого большие задолженности. У нас большие есть резервы, там порядка, ну, могу сказать, на 18 миллионов рублей, а для нас это при суммарном, если у нас общие доходы 700 миллионов, это большая часть. Это по вопросам, связанным с землей, да, то есть там аренды и так далее. То есть заделы, где можно получить дополнительные источники, они существуют, плюс мы стали практиковать это реализация. То есть там, где мы сносим дома, и эти земельные участки находятся в зонах, где не планируется строительство многоквартирных домов, мы эти площадки выставляем на открытые торги для наших жителей, да, то есть это абсолютно прозрачный механизм, и мы его реализуем, выполняем дополнительные источники в городской бюджет. С другой стороны, люди получают законно земельные участки там, где они хотят. И если честно, то есть резервы, над которыми еще можно работать. Редактор субтитров А.Семкин